Супер конь должен играться приблизительно так же Только на 10 уровне Я ну прям души не чаю В экшен иксе и мечтаю О супер коне уже наверное Не первый год даже Так вот ребятки покупать за 25 тысяч я считаю Перебор по одной простой причине Потому что да очень классно что есть Простите не аватар есть камуфляж Который очень очень к лицу Данной машине вопросов нет Но все таки за него Дополнительно переплачивать удовольствие Такое себе ладно хорошо Отбросим аватар есть 5 Мистических контейнеров и есть Приказ выполнив который Вы получите еще 5 мистических контейнеров А именно победить на Супер конкуайере 50 раз В течении 10 дней В целом ребят задача очень Даже легко выполнима мне кажется что 5 побед сделать на машине в сутки Это не есть большая проблема Но давайте с вами посчитаем Если мы вернемся к предложению магазина И посмотрим по чем торгуют конкретно Мистические контейнеры то мы увидим что 5 контов стоит 1500 золота Так вот ребят 10 контов Будут стоить нам 3000 золота Вопрос За что еще 2 косаря голды Мы платим? Почему именно так? Потому что смотрите Супер коня можно приобрести За 25 косарей А можно приобрести голый Просто танк с слотом В ангаре за 20000 То есть 5000 разницы Таким образом разработчики нам На 3000 дают Мистических контейнеров Сразу 5 штук Еще 5 штук можно выиграть Ну и я не считаю это большой сложностью А значит в 2000 золота Они оценивают следующее Они оценивают Камуфляж Аватар Они оценивают На супер коня 5х В размере 50 Сертификатиков И открытое все оборудование Но честно говоря Переплачивать даже 2000 голды Я не имею желания Ну а в целом Переплачивать 5000 золота По одной простой причине Потому что лучше за эти 5000 золота Я приобрету себе Какой-нибудь еще Премиумный танчик Ну или коллекционную машинку Ну или доложу Немножечко голды И может даже еще Более годненькое Что-то куплю Поэтому я лучше Сэкономлю 5000 И реализую свою мечту За 20 Я не знаю правильно ли я это делаю Потому что грядет Новогодний аукцион Но у меня прям руки чешутся С супер конкуайеру И мне очень-очень Хочется попробовать То что он собой представляет Ну вот такая вот машинка Как видите Действительно очень сильно Похож на экшен икса Ну и давайте сразу посмотрим По характеристикам орудия Которые нам предлагаются На 10 уровне ДПМ 2500 Перезарядка 9,6 секунды И это ребят Без дополнительного оборудования И всяких там плюшек Которые можно на нее навесить В принципе довольно неплохое В 260 единиц Пробитие И альфа Которая тоже Таки себе даже нормальная 400 единиц Время сведения Немножечко меня смущает Я бы даже сказал Не немножечко А очень-очень сильно Немножечко меня смущает И разброс на 100 метров Я бы сказал Больше радует Чем смущает Потому что Если бы было В районе 4 То есть ну 0,4 А не 0,3,74 Соответственно Было бы прям Куда-куда Более скудно Ну что ребят Давайте будем покупать Я в любом случае Куплю себе его И надеюсь Машинка оправдает Мои ожидания Я в свое время За 20 купил себе Клинка И не жалею абсолютно Ну ребят Клинов мне достался Вместе с легендарным Камуфлежом А Суперконя Беру Как говорится Без ничего Ну что Должны были начислить Вот этот Товарищ Суперконь Я безумно рад Покупке Просто очень 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 Давайте Сразу Перекинемся К камуфляжам У меня уже Для этого товарища Камуфляжик Заготовлен Он будет у меня Вот таким вот Красавцем Мне очень нравится Данный камуфляж Спасибо большое Разработчикам Один из немногих Которые мне Действительно зашли Я вообще Товарищ такой Который к камуфляжам Относится крайне спокойно Но вот этот Мне очень понравился Безусловно В этом внешнем облике Он просто Неотразим И действительно Говорит сам за себя Но Две с половиной тысячи Голды покупать Жаба давит Ну а покупать На пятерку дороже Своё мнение Я уже говорил Итак Здесь устанавливаем Изначально Так как мне нравится Лучше потрачу На это время Сейчас Ставим себе Амуницию Однозначно Улучшаем Вот так И хочу Добавить ему Подвижности Почему Потому что Ну здесь Как бы Время перезарядки Но не настолько Там круче Прям становится Хотя Ну было бы 9 секунд Почему бы и нет Не знаю Поиграю Может я вторую канистру Поменяю Всё-таки На вот это Вот Так А что у нас здесь Идёт Есть ещё разброс Но ненамного Он уменьшается Как видите Время сведения На 0 1 Не знаю Ладно Хорошо Давайте так Всё-таки Поставлю Наверное Вот так Простите Простите Что затягиваю Время Но прям Блин У меня Эмоции Меня Переполняют Сейчас Я себе Накину Галдишки 10 снарядов И Сразу Открываем Всё оборудование Открываем Вот так Вот Подвижность Дополнительную Броню Поставим На него Вот так Вот Ну и соответственно Дальше Я думаю По стандарту Практически Как у всех Здесь у нас Добавляется 147 Ну я бы не сказал Что слишком много Поэтому Всё-таки Добавлю Плюс 4% К броне Возможно Мне это Что-то Зарешает В игре От башни Ну что Ребят Первые катки Я хочу Попробовать Данную машину Мне крайне Интересно Что с этого Получится Ухожу Из режима Гравитации Который Недавно Катал Ну что Побежали Играю Первый раз На этой машине Никогда В руки Её не брал Ни на своих Аккаунтах Само собой Ни на Чужих Аккаунтах Мне Не приходилось Играть На данной Машине И я Вот просто В таком Знаете Предвкушении В котором Находится Маленький Ребёнок Который Открывает Конфеты И очень Сильно Надеется На то Что они Будут Ну Будут Ну Очень 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 Вкусные Я Безумно Надеюсь Что так Оно и будет И что Я не Пожалею Об этой Покупке Точно Так же Как я Не Пожалел О покупке В своё время Клинка Время Перезарядки Прошло Очень Даже Бодренько Я Не Заметил Как быстро Перезарядился Танчик 8,4 Секунды То есть Ребят Со всеми Установленными Плюшками Довольно Таки Даже Неплохо 8,4 Как для Тяжёлого Танка С 400 Единицами Альфы Я бы Сказал Очень Очень Приятно При этом Несмотря На то Что я Не поставил Вторую Канистру Танчик Едет Тяжести Ребят Ну Прям Вот Совсем Не Ощущаю Не Совсем Понимаю Что Происходит Маус Решил Тоже Так Задних Немножко Попасти Я Топасу Задних Потому Что Я Не знаю Чего Ожидать От Брони Данной Машины А Вот Что Маус Спасет Задних Я Не Совсем Понимаю Что Он Далеко Не Первый Раз Выкатывает Машинку Из Что Вот Первый Соперник Давайте Будем Напосмотреть 373 И Как Видите АМХ 50B Меня Прошил А прошил Он Меня В Нижний Бронелист Но В целом Не Удивлен Прилет Без Пробития Тоже Крайне Приятен Даже Два Откатываемся Назад Не Знаю Ребят Пока У меня Такие Ну Смешанные Смешанные Ощущения Но Больше Все Таки Позитивные Я Сейчас Ну Прям Сильно Разочарован Безусловно Какого-то Бешеного Кайфа Я пока Не ощущаю Я вообще Не совсем Понимаю Что мне С этой Машиной Делать Поскольку Досталась Она Мне Как я Уже Сказал Первый Раз В руки И Я До Этого Смотрел Обзоры На данную Машину Но Не могу Сказать Что Я Что-то Конкретно Понял По Обзорам Насколько Эта Машина Хороша Или Вроде бы Пробитие Нормальное Но Вот Этот Рандомный Рикошетик Прилетел Пока Я здесь Короче говоря С вами Разговаривал Пока Я смотрел Что К чему Меня Начинают Потихоньку Окружать Нас Осталось Двое Понятное Дело Что Сейчас Меня Начнут Разбирать Жадная До крови ПТ Приехала И я Так Понимаю Что В целом На данном Моменте Будет Бой Заканчиваться Понятное Дело Что Меня Разберут Но Когда Шестеро На одного Или Шестеро Даже На двоих Согласитесь Не очень Классно Я Сейчас Очень Сильно Побоялся Рваться Вперед Потому Что Не Совсем Понимал Чего Мне Ожидать От Моей Брони Теперь Попытаюсь Пользуясь Случаем Попадая На другую Карту Я Попытаюсь Играть Немножко По Другому Я Попытаюсь Поехать Изначально Очень Понравился Что Касается Направления Ну Безусловно Надо Ехать На линию Тяжелых Танков Именно С ними Хочу Пободаться Для того Чтобы Ну И самому Посмотреть И вам Показать Насколько Машина Готова Сопротивляться На направлении Именно ТТ Потому что Ну Согласитесь Ехать на линию СТ или ЛТ На тяжелом Танке Когда ты Делаешь на нем Первые Всего лишь Катки И Питаешься При этом Еще и Снять видео Чтобы Заценить И показать Ну Это Как бы Глупо Понятное Дело Что На линии СТ Танчик Отыграется Совсем По другому Вопрос Как он Отыграется На линии Тяжей Короче говоря Походу Ребят Никак Он на линии Тяжей Не отыграется Потому что У меня Ума Все таки Хватит Уехать Отсюда Я ожидал Что АМХ 50Б Поддержит Меня И мы Вместе С ним Поедем Ну Как бы Решение Такое Себе Ну И плюс К тому Давайте Посмотрим На разъезд Как видите АМХ 50Б Вражеский Он тоже Приехал Вместе Со своими А значит Как раз Только тут Нас Как говорится И не хватало Так Ну Что Смотрим Чего Будет Происходить По предыдущему Бою Помню Что мне Необходимо Хоронить Свой Нижний Бронелист Дабы В него Не отхватывать Очень Даже Приятно Мне Лично Пока Все Нравится Ромбом Отыграть Получилось Перезарядка Я бы Сказал Приятная Не могу Сказать Что Доставляет Какой-то Прям Дискомфорт Что По точности Орудие Вообще Красота Просто Супер Два Непробития Я уже Смог Получить Это очень Приятно Потому что Честно говоря Ожидал Даже Немножко Худшего Но Оказывается Супер Конь Машинка Годная Мне Очень Очень Нравится Ну Прям Ребят Это Не Агитация Ну Просто Поймите Меня Я ждал Эту Машину Наверное Практически Года Два И Наконец Я себе Приобрел Этого Коня И Абсолютно Абсолютно Не жалею О покупке Я не Жалею Что Я слил Двадцатку Свою Кровную Ребят Я Собирал Свою Двадцатку В основном На Видосах На Безэшках И так Далее Поэтому Ребят Поверьте Я знаю Цену Золоту И Просто Так Не Хотелось Бы Разменивать Но Сейчас Реально Получаю Массу Удовольствия От игры На данной Машине Подвижность Броня Ну Все Все Ребят На уровне Скорость Перезарядки Надетая На Альфу Это Просто Какая Чума Реально Вот Смотрите Что Происходит Сейчас Фоч Попытался В меня Кинуть Понятное Дело Что У него Ничего Не Получилось По одной Простой Причине Потому Что Я Ромбовал Куда Он Мне Закинул В Нижний Бронелист Короче Говоря Ребят Нижний Бронелист Ахелесова Питат Данной Машиной Я Это Для Себя Подчеркнул Теперь Будем Знать Что С этим Нижним Бронелистом Делать А Именно Будем Его Постоянно Прятать Я С этими Товарищами Которые Меня Гуслят Честно Говоря Сейчас По серебрухе В минус Буду Уходить По одной Простой Причине Потому Что Ремок Не Напасешься На этих Братьев Сотка Решила Сваливать Ну А я Решил Помочь Нашим Товарищам Разобрать Вот этого Братка Разобрали Без Меня Ну Да Ладно Я Все Равно Безумно Доволен Тому Что Происходит Я Пока Не Сделал Ни Ребят Реально Ну Просто Чума В предыдущем Бою Я просто Не знал Что Необходимо Делать С этой Машиной Сейчас Я Понимаю Плюс Минус Безусловно Вторая Катка Не Показательная Как Типа Совсем Понял Но Ребят 3220 Единиц Урона Пускай Не сделанного Ни одного Фрага Но Ребят Смотрите Мне Очень Очень Зашло По фарму Конечно Я бы Сказал Не Очень Ожидать От нее Там Прям Супер Фарма Какого-то Не стоит Что касается Спрем То 56300 Было бы Что в целом За такой Плевый бой Тоже неплохо Я и кайф Получил От игры Но еще и серебром Как бы там Немножко Но Подразжился Пускай Не сильно Жирно Третье место В команде По урону И то Ребят Смотрите Я не сильно Отстал По большому счету Сделая Один еще Результативный Шот Я бы был Вполне Спокойно На первом Месте В команде Короче говоря Ребят Я вам так скажу Суперконь Машина Годная И это Единственная Черта Которую я могу Подвести В результате Своей покупки И ребят Первых своих Двух Каточек На данной машине Как я говорил Ранее Я ее не катал Кто ребят Хочет эту машинку Я всем Рекомендую К ней присмотреться Возможно Она появится На продажу В Новогоднем Аукционе Я обязательно Покатаю Суперконя И обязательно Сделаю Еще одно Видео Ну и Однозначно Сделаю Дополнительный Видосик Если он Появится На продаже На новогоднем Аукционе Ну и соответственно Выскажу свое мнение И ощущение От машины Уже не после Первых двух Каток А после Нескольких Нескольких Десятков Боев Возможно Вас Предложение В виде Суперконя На аукционе Заинтересует Но уж тем более Если его можно Будет взять Дешевле Пока я Очень сильно Доволен Ну и я бы сказал Что наверное Это новый Конкурент В моих Любимцах Вместе с ВК 9001 Будут Сопротивляться Суперконь И ВК За звание Любимца На первом месте А на данный момент У меня все Это был абсолютно Честный обзор На машину И первые катки На Суперконе Наконец-то Сбылась моя мечта Чего и вам желаю Всех благ Всего хорошего Мира Ну и обязательно Спокойствия Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...